Я рад приветствовать вас на телеканале IMPACT. Спасибо, что вы с нами на влиянии, нам очень хорошо, доброе, приятно иметь с вами прекрасное общение. Я не один, пастор Сергей Головей. Приветствую, приветствую, очень приятно. Спасибо за приглашение, за возможность быть здесь и с нашими телезрителями, я уже говорю нашими, ввиду того, что наша программа на канале IMPACT, и огромнейшее вам благодарность, что присоединяетесь. Спасибо еще раз за приглашение. Церковь христианской веры, как мы всегда говорим в престольном граде Сакраменка, дождливой Калифорнии. Что делается на неделе? Особенно в эти дни, действительно, у нас дожди, проливные дожди. Я приземлялся, по-моему, позавчера в аэропорту, такого очень редко бывает. Объявляет командир корабля, говорит, посмотрите налево и направо, что творится с водой. И так все прильнули к иллюминаторам, залито водой, все залито. Буквально в смысле. В прямом и буквальном смысле, да. Поэтому, но тем не менее, вот если бы, а я так сразу, всякая истина параллельна, да? Абсолютно. И я сразу начал этот, так фантазировать, мечтать, думаю, господи, не ты ли сказал своем слову, и залью на всякую плоть. Вот если бы такого дождя, духовного дождя, вот это было бы здорово. Он пойдет. Он обязательно пойдет. Аминь. Он обязательно пойдет. И будет уместно, друзья, сделать анонсировку еще раз, что программы, прямые эфиры служения пастора Сергея идут по воскресеньям в Тихоокеанское время с 12.30 до часу, 30 минут. Поэтому, если вы приходите то ли с церквей, то ли, так сказать, после утрешних богослужений, вы включаете импакт, и вы будете видеть прямой эфир, то, что идет в воскресенье с 12.30 до часу. По Тихоокеанскому в 3.30 до 4.00 по восточному времени. По восточному. Присоединяйтесь. И вторник у нас? С 6.00 до 6.30 по Тихоокеанскому. С 9.00 до 9.30 по восточному. Я еще раз хочу оговориться, друзья, если считаю, что это уместно. Обычно мы не подвергаем, так сказать, никаким изменениям нашу программу. Нет никакого эдитинга между воскресеньем и вторником. То, что произошло в воскресенье, предлагается телезрителям и по вторникам. Как правило, эфир открывается приветствием. Ссылка идет на прямой эфир. Поэтому, если вы смотрите нашу программу из CVC по вторникам, пусть вас это не смущает. Если вы смотрите программу по вторникам, вероятность в 99% что это программа прошлого воскресенья в прямом вещании из церкви христианской веры. Здорово, здорово. И так рады возможности. Спасибо, пастор Юрий, еще раз. Это в какой-то мере, я уже, наверное, говорил, в какой-то мере была моя мечта. И я рад тому, что импакт стал вот этим механизмом для осуществления этой мечты. Это, конечно же, огромнейшая-огромнейшая ответственность, потому что ты понимаешь, кроме людей, находящихся в зале, есть еще аудитория. И там не обрежешь, не выбросишь. Абсолютно. И люди звонят, дают знать о том, где они принимают сигнал. То есть это свидетельство для самого канала, как через сеттеллит, так и в кабельные сети принимается канал «Импакт», неся благую весть Господа нашего Иисуса Христа. Жил Господь. Ну, по большому счету, ради этого, наверное, мы здесь есть. Абсолютно. Нами, и, наверное, мы с тобой за много лет неоднократно общались на эту тему, о том, что были бы и есть другие, были в нашей молодости, и у тебя и у меня другие возможности упражняться в том или ином деле. Но если Бог поставил в служение, Писание говорит, пребывай в служении. Абсолютно. Если пребывай в служении, предлагают тебе слева или справа какие-то делы коммерческие, но ты держишь фокус и в стыде не остаешься, потому что это твое призвание. Абсолютно. Поэтому это здорово. Друзья, мы бы хотели сегодня поговорить, пастор Сергей, о днях текущих, событиях, с чем мы встретились и с чем встречаются наши зрители повседневно, ежедневно, на каналах, в медиа информация полна. И прошедшими выборами... Просто бомбардировка идет, если такое слово, подходящая для эфира, в отношении, мы, пастор Юрий, я не помню, наверное, 3 или 4 программы провели до выборов. Сколько ажиотажа было, сколько было разговора об этом, спекуляций и всего прочего. Ты никогда не скрывал своих наклонностей в этом отношении, поборал за человека, который на сегодняшний день является президентом этой страны. Я говорил на одной из радиопрограмм. Перед выборами я неоднократно заявлял, что эти выборы ничем не отличаются от всех остальных выборов. Кроме того, что следующий президент, он или она, 45-й президент, назначит 3, может, 4 человека в Верховный суд, что очень и очень ответственный момент. Но я, похоже, ошибся, потому что эти выборы действительно значимы даже не только в контексте назначения в Верховный суд людей, но то, что встречает нынешний президент на ежедневной основе. Уровень противостояния, критики, пренебрежения. Еще свежи в памяти дни Джорджа В. Буша. Он был далеко не совершенным ни человеком, ни президентом, тем более политиком. И я как-то слушал заявление его первого пресс-секретаря. Он говорит, я могу сказать без тени сомнения, что уровень неприязни и даже ненависти к Дональду Трампу в три раза больше, чем он был в Бушу. В одни Буша это было страшно, то тем более сейчас. К чему бы он не подступал, к чему бы он не приходил, критика, 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 критика и критика. Кстати, на сегодняшней нашей радиопрограмме мы, наверное, в контексте сегодняшнего эфира поговорим о министре образования, если я так могу назвать, секретаре в education. Я могу тебе чуть предварить? Пожалуйста. Для части наших зрителей, мы чуть углубимся, детализируем. Для части наших зрителей, может, которые вникаете в происходящие политические процессы в Белом Дому, но, так сказать, не знаете вот этой всей кухни, то, что происходит. Когда, пастор Сергей, ты говоришь относительно номинаций, значит, идет разговор относительно номинаций на пост министров всевозможных. И таких, таковых номинаций 15. Каждый кабинет включает в себя, говорит, the cabinet, the president, он включает в себя 15 человек, 15 единиц, плюс vice president, он 16-й считается. И поэтому из всех министерств, из всех министерств, ты считаешь, что министерство образования – это одно из. Это одно из, но мы поговорим, наверное, о самом процессе. Я думаю, что будет не лишним, пастор Юрий, немножечко сделать шаг назад, потому что не исключаю, возможно, вероятности даже среди наших радиослушателей есть, может быть, какая-то демография, какая-то часть, которая все еще считает, что политика – это дело грязное, и церкви там нечего делать, и не столь важно ориентироваться во всех этих процессах. Дело в том, что мы живем в обществе, нам не могут быть безразличными процессы в обществе происходящие. Почему Христос и сказал, обращаясь к ученикам, сегодня к нам, обращаясь к этой аудитории во время Нагорной проповеди – вы – соль земли, вы – свет для этого мира. Соль бесполезна. Она может быть самая качественная, она может быть самого лучшего производства, но она ничего не значит, если она лежит на полке. Для того, чтобы соль исполнила свою миссию, она должна отождествиться, раствориться и произвести определенный эффект. То же самое и в отношении нашего последования за Господом. Оно результативно, оно продуктивно, оно эффективно, когда мы начинаем растворяться, потому что, кому не секрет, весь мир лежит возле, это действительно так. И когда соль растворяется, она начинает оказывать позитивное влияние. Когда Христа принесли в храм, там был человек по имени Симеон. И я вот не исключаю, пастор Юрий, что, наверное, Мария и Иосиф были далеко не единственной читой, не единственной парой, которой принесли младенца туда. И написано, что, предположим, было их несколько, предположим, было два десятка этих людей, семей, которые принесли младенцев, чтобы было совершено то, что должно было быть совершено и принесена жертва за них. Но Симеон приходит к Марии и Иосифу, он берет на руки Христа, говорит следующее слово. В нем, во Христе, спасение, свет и слава. Спасение народа израильского, свет к просвещению язычников и слава. Спасение для всех народов, свет к просвещению язычников и слава. Я думаю, что мы можем это послание, мы должны это пророческое слово Симеона преломить через церковь, потому что ее миссия в каком-то плане, она должна оговаривать спасение, которое мы провозглашаем, свет к просвещению. И славу. И славу Господу. Поэтому, почему я делаю такое, быть может, длинное вступление, потому что вот разговор на программе влияния, политических этих процессах, это не что-то лишнее, это не то, что помрачает нас. Это возможность пролить свет на те процессы, которые происходят и отождествиться с этим обществом. Кто-то молитвой сможет принести какие-то перемены, разве что мы перестали верить в силу молитвы, но молитва меняет положение вещей, не так ли? Кто-то голосованием. Кто-то голосованием, кто-то, быть может, Бог откроет для кого-то дверь, быть вхожими в коридоры власти, как мы говорим, и кое-что сказать, и к его или ее слову прислушиваться, и будут приняты соответствующие меры. Поэтому ни в коем случае не посчитайте, что такого порядка формат или такого порядка разговора он не должен быть. Возвращаемся вот к тому, что произошло. Выборы и все эти мятежи связанные, предположения о том, что он все-таки не пройдет, инаугурацию, потом... Что его застрелят даже было. И потом 20 января должны были, или 19 декабря, прошу прощения, должны были явиться вот эти представители, уже бросить голоса. И все говорили, Трамп недосчитается, 306 он получил, но ряд людей не проголосует за него. Оказалось, что из числа тех, которые должны были проголосовать за Трампа, один не проголосовал. А из числа тех, которые должны были проголосовать за Клинтона, 5 или 6 не проголосовали. Не получилось. Потом все было обращено на инаугурацию. До инаугурации не дойдет. Не стоит даже об этом говорить. Но я должен признать факт, пастор Юрий, что действительно противостояние, критика, даже, наверное, антагонизм, ненависть... Подзошла всей границы. Они где-то зашкаливают. Они где-то зашкаливают. И есть вот такая каста людей у нас в Библии, о них прописал апостол Павел. Человек-ненавистники. Вот как можно так ненавидеть? Я могу не соглашаться с кем-то, да? Мы мало ли чего. По-разному воспитаны, в разных частях света родились. Мы можем не соглашаться. Даже в церкви мы можем не соглашаться. Но ненавидеть, поносить, злословить, придумывать что-то. И плюс физическое воздействие на тех, которые голосовали. Четверо молодых чернокожих, четверо молодых людей, 23 года, 20, 19 и, по-моему, где-то 17-18. Поймали белого человека, молодого. Его сильно избили. Он, кстати, был еще, что-то в теле у него не в порядке было. Его так жестоко избили, и это записывали все на видео. Это было предано огласке, да. Уму непостижимо, что если бы одним словом, которое, в свою очередь, убивает, а это еще плюс идет рукоприложение. Я думаю, что это все подсказывает нам, и должно подсказывать нам, что природа вот этих протестов, она неестественна. Она какая-то демоническая. То есть ты усматриваешь в этом дьявольщину. Это неестественно. Есть естественный протест или несогласие с чем-то. Демократический протест, да. К чему, кстати, Конституция поощряет, потому что у нас свобода слова, и я свое несогласие могу выразить... Даже в церкви разномыслие должны быть. Абсолютно. В общественном месте. То есть получилось кому-то организовать протест? Выйди в скверы или скажи, я вот несогласен. Ну, прислушается к твоему мнению, прислушается, не прислушается, не прислушается. Но вот в результате этой неприязни разбивать стекла... На сотни миллионов... Приносить вред чему-то бизнесу. Извините, меня. Если он или она говорят, что у меня первая поправка дает мне право говорить свободно свое мнение, ну, никакая поправка не разрешает тебе приносить вред. Да. Имуществу уже не говоря человеку. Тем более, вот в случае, о котором ты говоришь, он был умственно немножко не там. Вот смотри, чуть анализирую. Давай углубимся. Когда мы были несогласны с тем, когда Верховный суд провел поправку в Конституцию. Для... Или Аметмена они сделали, или что они делали? Относительно... Однополых браков. Однополых. Ну, были противостояния. Было несогласие. Были некоторые протесты, которые либеральная медиа старалась не показать. Но до такого беспредела, вот то, что сейчас произошло, евангельские христиане не доходили. Ну, никто же не полил дома, никто бизнесы. Не сжигал машины, не убивал полицейских. Ну, такого не было же. То есть, это чистой воды мятежники. И если уже прямо, вот, так сказать, этот вопрос адресовать, то я вообще не удивлюсь, если есть какие-то силы, субсидирующие все это. Это одним из, это знаменитый Сорос. Румынского происхождения мультимиллиардер. Анархист по происхождению. Ему 84 года на сегодняшний момент. В то, что произошло протест, женский протест, он вложил 90 миллионов долларов. Это открытая цифра, и он этого не скрывал. Об этом все говорили. 90 миллионов долларов для вашей Тон-Диси. То есть, он покупал организаторов, он покупал там этих активистов. Это все было очень хорошо профессионально проплочено. Это не то, что это там... И что вызывает опасение? То, что молодых людей, студентов и студенток, учащихся школ, они выгоняли против Трампа. Я в беседе с Адамом Семеновичем, недавно у нас эфир был, до Нового года. И я позволил себе в сердцах, как говорится, выразил свой протест в прямом эфире. Я увидел однажды на экране молодую девушку, 16-17 лет. И она вся из себя выходила на Трампа всякими грязными словами, с плакатом. И я говорю, Адам Семенович, она пороху не нюхала, образно выражаясь. И она еще жизнь не прожила, она еще от горшка два вершка, извините меня. И она уже, видите ли, это Трамп еще и президентом не стал. О чем это говорит? Что промываются мозги, специально демонизируется альтернативная точка зрения для того, чтобы... Это первое. Второе. Я просто усиляю твою мысль. Второе. Я вижу, что в этом противостоянии, это чисто мое умозаключение, может субъективно, но тем не менее выражу. В этом противостоянии формируется специальная платформа, формируется либеральная. И не просто либеральная, либералы всегда были, со времен Христа. Но это крайне ярко выраженный левый либерал формирует свою платформу для того, чтобы все, что будет в этих годах происходить, оно будет противлением против истины. Ну, начали они, будем так, скажем так, очень воинственно, очень воинственно. И все это, не хочется звучать, как заезженная пластинка, имеет какой-то демонический подоттенок, если не сказать характер. Но 20 января инаугурация все-таки произошла. И вице-президент Майк Пенс положил свою руку на Библию, которая была открыта на 2-й параллелепоменон 7-14. Он последовал примеру Рональда Рейгана. Я недавно читал его историю. Мама была очень богобоязненной женщиной у Рональда Рейгана. Она привила им любовь к слову, к церкви. Это было ее любимое место священного писания. Когда он был привлечен к присяге, Библия была открыта на 2-й параллелепоменон 7-14. Майк Пенс последовал его стопам, будем так говорить. Если мой народ, который именуется моим именем, смирит себя, будет молиться, призывать мое лицо, Бог говорит, я обращусь, я прощу грехи и я исцелю их землю. Поэтому наша земля, она нуждается в исцелении, наша земля нуждается в прощении, наша земля нуждается в радикальном изменении. Не столько политического ландшафта, хотя политический ландшафт изменился. Наша земля нуждается в изменении сердца. Вот одна из вещей, даже когда Дональд Трамп баллотировался, он говорил, с моим приходом, если я стану президентом, мы опять будем говорить Merry Christmas, мы опять будем говорить, не будем бояться какой-то христианской символики. Я даже на одной из своих радиопрограмм говорил, неужели нас в самом деле заводит, что кто-то не говорит Merry Christmas. Потому что терминология не меняет сердце. Это то, с чем Христос никогда не был примирен. Он говорит, вы устами приближаетесь. У вас могут быть правильные фразы, даже слезу можно пустить, если надо. Но сердце. Поэтому, пастор Юрий, при всем происходящем, я не буден 4 года или 8 лет президентом Дональд Трамп, будут и моменты не очень приятные. Может быть, даже и когда захочется руки опустить. Но акцент делается на то, что общество, частью которого мы нуждаемся, нуждается в трансплантации их сердца, нуждается в изменениях внутри. Потому что изнутри исходит ненависть, Христос говорит. Изнутри исходят прелюбодеяния, изнутри исходят убийства. Заречие и все остальное. Это же надо такому случиться. В январе месяце страна празднует MLK, да, Мартин Бютер Кинг Дэй. Большой гражданский лидер. Все аплодируют его усилием, безбоязненности, то, что он сделал. И в этот день на MLK, в Чикаго, 10 молодых людей убиты среди белого дня. Думаешь, есть части света, где война идет, и за один день не столько убита, как в стране, которая кричит, что она мирная держава. То есть нам надо заглянуть внутрь себя. Еще раз, если могу возвратить. И терминология может быть там, и Мэри Крисмос может быть там, и христианская символика, и еще какие-то лозунги. Я ни в коем случае не против этого. Но сердце должно быть изменено. И сердце меняет не лидер страны. Лидер может поспособствовать этому. Сердце изменяет Евангелие, сила Евангелия. Я не стыжусь благовествования, говорит апостол Павел, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Она есть сила Божия, трансформирующая человека изнутри. Вот почему при всем, что происходит, мы не то, что не можем быть в стороне, мы не то, что не можем быть безучастными, мы должны быть в центре. Потому что у нас послание, которое намного важнее любых речей президента, даже в день его инаугурации. У нас в устах Слово Божие, у нас в устах Евангелия единственная сила, которая может изменить человека изнутри. Но при всем этом, происходящее в обществе, в политических, так сказать, коридорах, в равной мере немаловажно. В равной мере немаловажно. Я слышал заявление одного христианского лидера, и он сказал примерно так. Подавляющее большинство, я не могу с ним не согласиться, подавляющее большинство политических проблем, они, по сути, духовные проблемы. Вот почему церковь должна сказать свое слово в этом аспекте, потому что она представительница выше института, чем церковь нет. Поставил ее превыше всякого господства, власти и силы. Она выше всего. Церковь Господа Иисуса Христа, который он приобрел себе ценой из жестоких страданий. Поэтому безучастной, безмолвной она не может себе позволить быть. Согласен, 100%. Друзья, мы встречаемся с пастором Сергеем Головеем, церковь христианской веры, сакрамента. Возвращаемся, пастор Сергей, к той мысли относительно вот этих номинаций. И вот сейчас мы чуть-чуть в деталях остановимся на этих моментах. Самыми важными из номинаций, это, понятно, Министерство образования, потом Государственный секретарь. Оборона, секретарь. Оборона, совершенно верно. И одним из, для нас, для христиан, даже для славян, скажем, одним из основополагающих для детей, для внуков, это Министерство образования. И вот относительно номинации секретаря этого образования произошло там целое... Целый мятеж, опять-таки. Поговорим, пожалуй, об этом немножечко. Вот, как ты и сказал, когда президент, еще не будучи привлеченным к присяге, это его ответственность окружить себя людьми своего выбора. То есть он набирает себе команду. Ему никто не диктует, с кем он должен работать. Он набирает себе команду. И есть ряд людей в его окружении, которые в обязательном порядке должны пройти утверждение Сената. Не все. Но есть ряд назначений, которые должны пройти утверждение Сената. Среди них министр обороны, генеральный госсекретарь, генеральная прокуратура, образование и ряд других. И вот даже в этом случае назначений людей, в которых Трамп усматривает самых лучших, что не есть, он встретил огромнейшую и огромнейшую оппозицию. Министр обороны был утвержден, наверное, в день инаугурации. Это по понятным причинам. Америка сейчас, будем так сказать, spread out во многих частях. И оставаться без этого лица было очень опасно, как и здесь внутри, тем более. Поэтому нужна была рука, и там возражений не было в отношении этого человека. Одно из самых больших противостояний встретила секретарь образования. Чтобы нашим людям, славянам было легче понять, министр образования. Дональд Трамп назначил женщину. Ее зовут Бетси Ди Вос. Очень интересная личность. И, казалось бы, все, что могло обрушиться, оно обрушилось против этого человека. Впервые, пастор Юрий, в 1776 году страна была рождена. Нам взяло 12 лет, прежде чем был утвержден институт управления. Первые президентские выборы произошли в 1788 году. 12 лет спустя, после того, как была объявлена независимость. То есть мы говорим о практике в 228-229 лет. И за этот период, 228-229 лет, это чуть ли не четверть тысячелетия, да? Всего лишь, может, это одна из статей, которые я читал совершенно недавно, быть может, вот, пальцем на двух руках достаточно, когда президент предлагал кандидатуру на свое окружение и сенат отверг. За 228 лет. Меньше случаев. Меньше десяти раз. У кого-то были финансовые нарушения, неуплата налогов, или, быть может, какие-то моральные вещи, или еще какие-то прошлые, да, дела. Ну, за 228 лет. Нормально. Нормально. Но никогда не произошло того, что произошло вот несколько дней тому назад в отношении министра образования. А что же произошло? Ни один министр, ни один секретарь не был утвержден на эту работу с таким количеством голосов, как была утверждена она. 50 на 50? 51. 50 на 50. И плюс? Но из-за того, из-за того, что вице-президент страны является президентом Сената, имеет право, когда 50 на 50 он бросает трясающий голос. Что и сделал вице-президент. Сегодняшний Сенат выглядит примерно так. У нас 52 республиканца, 47 демократов и один независимый. Все демократы 47 и независимый в лице Берни Сендерс, который был вратил со демократической партией, проголосовали против этой женщины. И еще два республиканца проголосовали против нее. Поэтому 50 на 50 и Майкл Пенс должен был явиться в Капитолий, чтобы бросить свой решающий голос. Чем же было вызвано вот этот весь фурор, будем так говорить, в отношении этой женщины? Во-первых, Бетси Ди Воз это очень богатая женщина. Богатая женщина. Происхождение из богатой семьи. Она имеет отношение, ее состояние может быть не меньше, чем состояние самого Дональда Трампа. Я думаю, что для многих наших телезрителей на слуху название такой компании, как Эмбой. Ее муж имеет непосредственное отношение к родоначальникам этой компании. Поэтому их состояние было вызвано тем, что они стояли у корней этой системы. Она также очень посвященная христианкам. Есть политики, которые свои христианские регалии выставляют в выгодный для них момент. И то очень определенной группе электората. Когда это работает на них. Похоже, я не могу ручаться за счет христианства, вложить, так сказать, душу или идти на плаху, но из того, что мы слышим, из того, что мы знаем, из того, что мы читаем, она очень возрожденная женщина и очень посвященная христианка. Но чем она не угодила? Почему впервые за всю историю американской президентской политики, чем она не угодила этой группе людей из ста человек? Казалось бы позиции, которая особую роль не играла. Вообще нелогично, потому что человек выиграл выборы, человек считает нужным, что именно вот эта личность поможет мне в этой работе. Ну, 90 против 10. Ну и плюс, детки идут в школу, в министр образования, чтобы школа там новая строилась, отремонтировать обветшавшую и прочее. Абсолютно. Если так говорить, продолжить. Но чем она заработала себе имя? Бетси Дивоз. Ни один из ее детей не учился в общественной школе. она страстный поборник чартерных и частных школ. Что такое частная школа? Понятно. У тебя есть дети, у следующего есть дети, у следующего дети, у следующего есть дети, они платят за обучение, есть бюджет, нанимаются преподаватели, здание, программа избирается и так далее. Чартерная школа, в отличие от частной школы, имеет субсидирование федеральное, имеет субсидирование штатовское, но большой спектр частного управления. Программа может быть изменена, программа может быть переработана в целях того, чтобы она служила тем детям, которые обучаются. То есть основана на ваучерах. Государство дает ваучер на каждого человека в зависимости от суммы выделяемой и прочее. Система образования очень такая пестрая, будем так говорить, но она была и продолжает быть страстным поборником ваучерной программы, частных школ, чартерных школ. Она этого никогда не скрывала, когда были ее слушания в Сенате, она за это никогда не извинялась. Это ее позиция. И понятно, что каждый из сенаторов знал, что если эта женщина Бетси Диос из номинанта станет человеком власти, и ей будет делегирован огромнейший бюджет на ежегодной основе, значит, она поставленную цель будет каким-то образом воплощать в жизнь. Кого это ставит под угрозу? Это ставит под угрозу профсоюза учителей, которые консолидировали огромнейшую власть в своих руках, которые консолидировали огромнейшие деньги в своих руках. По сути, сегмент, я так скажу, образования в Америке, общественного образования, это единственная вещь, где конкуренция на расстоянии вытянутой руки. В чем сила капиталистического общества? Сила капиталистического общества в том, что на маркет допускаются все. И вот из-за того, что аудитория одна, каждый человек должен сделать свою самую лучшую работу, чтобы выбор был на нем. Если нет конкуренции, для нас это не новое, потому что мы были в системе, где конкуренции не было, где государство регламентировало абсолютно все, а здесь из-за того, что есть доступ к рынку, рынок диктует, а потребитель избирает. И по сути в результате конкуренции потребитель выигрывает, потому что из широкого спектра у него есть огромнейший выбор. Я еще добавляю, что там кроме того, выше перечислено, есть еще сладкий пирог, который делить надо. Абсолютно. В виде бюджета. Абсолютно. И вот из-за того, что образования нету конкуренции, родители отдают своего ребенка в ту школу, нравится им или не нравится. Твой зип-код сказал, веди. А кто-то говорит, мне не нравится. Мне не нравится. Там криминалитет сплошной. А это у никого не интересует. А этого никого не интересует. Потому что в системе образования прописан каждый участок, прописана каждая школа. И вот из этой огромнейшей суммы денег, мы сейчас о ней поговорим немножечко, деньги распределяются вот в эту школу, в этот участок и так далее, и так далее. Я аргументирую сейчас, пастор Юрий, очень старыми данными. И аргументирую ими, потому что примерно 10 лет назад я даже писал работу в этом отношении. 10-12 лет тому назад. на каждого ученика в Соединенных Штатах Америки только федеральных денег приписывалось 10 тысяч долларов в год. Вот идет студент с этим бэкпэком утром, можно считать 10 тысяч идет. Извините за такое сравнение, 10 тысяч идет, 10 тысяч идет, 10 тысяч идет. Но из-за того, что деньги выходили из Вашингтона и потом по этим бюрократическим каналам проходили сначала школьный участок, школу, директора школы, заместителя и так далее, и так далее. Из вот этих 10 тысяч, которые прописаны на каждого студента, оставались считанные гроши. и когда речь уже доходила о том, чтобы, я даже сегодня на программе своей говорил, чтобы накормить ребенка, то в общественной школе предлагался такой ланч, что уважающий себя хозяин собаки не всегда пойдет на этот шаг. Поэтому она говорит, ее философия, если у государства есть 10 тысяч денег, на каждого ребенка, они есть, если не больше на 2017 год, то почему государству не прийти ко мне как родители и сказать, Сергей, у тебя две дочери, вот тебе чек на 20 тысяч долларов в год, иди и найди школу по своему выбору. Будет это частная школа, будет это христианская, будет это чартерная, будет это школа при синагоге, будет это школа при мечети, нас не интересует. Мы все равно вот эти, в моем случае, потому что у меня две дочери, мы все равно эти 20 тысяч долларов должны от себя оторвать. Поэтому вместо того, чтобы каналом, через который деньги пройдут, стал вот эта вся бюрократия, закромородина я называю, пусть этим каналом станут родители. Никакой родитель плохого для своего ребенка не хочет, и он сделает лучшее. То есть, это спровоцирует родителей сделать определенный ресерч, узнать, какая школа, какие суммы денег, какая программа, какие учителя, какое расстояние, какое внеурочное задание, активности и так далее, и так далее. И плюс, очень важная деталь, какова идеология. Какова идеология школы? И таким образом, что происходит? Таким образом, вот этот, будем говорить, образно выражаясь, вот этот рынок образования, он позволил этому монолиту разломиться. И больше это уже не одна система. Я могу напомнить, пастор Юрий, тебе и вот нашим телезрителям, когда мы приехали в Америку, сколько стоил, стоила минута звонка в бывший Советский Союз. Кто еще приехал? Колоссально. Мы платили по 2, по 2,50, по 3 доллара. Почему? Потому что связь была консолидирована практически в одних руках. Потом вот этот монолит, он был разд... Конкуренция. Все смешные цены. 10 центов. Уже не говоря о том, что благодаря интернетной связи можно по ту сторону океана говорить вообще за бесплатно. Да, потому что до тех пор, нельзя сказать бесплатно, потому что за интернет тоже надо платить, но тем не менее. Так вот, тот же самый принцип, тот же самый принцип сломить вот хребет этого монолита образования, который оброс многими ненужными вещами, многими ненужными вещами, делегировать деньги родителям, чтобы и родители на свое усмотрение избрали школу, которая им подходит. А если родители хотят, чтобы дети молились, пусть найдут школу, где молятся. А если родители хотят, чтобы было внеурочное какое, найдите. Нам без разницы, говорит государство, это ваш ребенок, вы за него, понятно, что будет какая-то подотчетность. Мы даем себе, мы прекрасно даем себе отчет в этом, но каналам, если я могу еще раз повториться, через которые деньги будут проходить, уже не бюрократия образовательного, так сказать, отдела, а родительский дом. И ни один родитель никогда, за редким случаем, не хочет плохого своему ребенку. А если бы, если бы, я эту мысль усилию, если бы мы еще имели время, ты бы еще много рассказал о том, что является собой паблик школу, и почему каждый здравомыслящий, не тому родителю, которому все по боку, здравомыслящий родитель никогда не отправит своего ребенка. Вот наши соотечественники, с нами встречающиеся сегодня, это тысячи и тысячи свидетелей, они могут сейчас в унисонном кричать, точно говорите, что является собой паблик школу. Продолжай. Пастор Юрий, так получается вот такой очень заколдованный круг, потому что демография, часть нашего общества, которая живет в плохих районах, она и посылает детей в соответствующие школы. Нет выбора. У них нет выбора. Если они в такого порядка школах, колесо просто пробуксовывает опять, и уже следующее поколение в тем же самых проблемах рождается, формируется, потом приходят на смену следующие поколения. Кто-то может им кричать, да вырывайся ты из этого гетто. Гетто, да. Куда? Куда? Точно. Так вот, вот этот момент, если он станет реальностью, он откроет, быть может не полностью, но станет одним из рычагов для того, чтобы вот эта часть нашего общества, она увидела хоть какой-то свет в конце тоннеля. Потому что каждый, я уже повторяю далеко не первый раз, каждый ребенок, каждый родитель хочет лучшего для своих, для своих детей. Кто из родителей не скажет, может быть мне, у меня что-то не получилось, но пусть у детей получится, пусть они... Что интересно, вот эти наши драгоценные либералы, которые противостоят всему этому, они-то своих детей где обучают? В престижных школах. В редчайшем случае они отправляют своих детей в частные школы. Так, если вы не хотите, чтобы ваши дети учились в школах, за которые вы так сильно побораете, дайте такую же возможность и тем, у которых нет ее. Пастор Сергей, очень правильно сказано. Смотри, смотри, что я в этом усматриваю. Я чуть-чуть дальше копну, с твоего позволения, да, на правах ведущего, можно... Не вопрос вообще. Смотри, здесь же мы усматриваем, усиляя твою мысль, плюс к тому сказанному, мы усматриваем еще то, что, если мы как христиане понимаем, что вот эта система антихриста, которая в действии, говорят антихрист, уже мне кто-то вчера сказал имя уже знают, говорю, не верю в это, не верю, но система антихриста, она уже в действии, о чем апостол Павел говорит даже Фессалоникит. Так вот, у них же далеко, у этих драгоценных либералов, за коими спинами стоит в черной маске, в черной шляпе, и вместо ног рога. Мысль какая, чтобы не допустить того, что в этих школах будут взращены на правильных принципах, с правильным мировоззрением, со здравым мышлением относительно вот этой ливизны всякой, и гомосексуализма, и относительно либерализма, и всяких этих измов, и социализма, и коммунизма, и распределения прав. Здравые люди, здравые дети будут взращены, а для антихриста, для его системы, для либералов, для них это огромная потеря, это уже удар в самое сердце того разложения дьявольского, далеко идущими планами, разложения общества, то, что мы наблюдаем. Ведь же при всем уважении к церкви как к институту, даже при самых богобоязненных родителей, которые не пропускают служения на неделе, которые не пропускают молитвенные собрания, которые привозят своих детей на подростковые собрания, или посылают их на молодежные собрания. Сложив все часы пребывания в церкви, это при самом идеальном варианте, потому что каждая поместная церковь имеет ряд мероприятий, мероприятия. Мы говорим 5, 6, 8 часов в неделю. Ребенок идет на 5, 6, 8 часов в день. Вдали от родительского дома, вдали от родительского глаза. Что делают эти преподаватели с ребенком? Что они ему там говорят? Даже если бы ребенок захотел пересказать это все, это понадобилось бы тех же самых 5, 6, 8 часов, если бы он запомнил. И ни у одного родителя нет времени. Пусть языковый барьер еще. Пусть языковой барьер, абсолютно верно. Так вот, эта женщина, она, попутного ей тока ветра, но по сути она хочет вот этот титаник, потому что это титаник, он летит, он летит в пропасть навстречу своей, она хочет развернуть каким-то образом. Даже были заявления о том, что она будет работать над тем, чтобы возвратить молитву церкви. В 1962 году молитва была устранена 55 лет тому назад, без малого 55. Я не знаю, произойдет ли это, я тоже не хочу сейчас рисовать каких-то радужных таких моментов, чтобы люди увидели второе пришествие в министре образования или в Дональде Трайвене. Это такие же люди, это люди, которые способны на какие-то опрометчивости, глупости, полны недостатков и всего прочего. Но, если я могу возвратиться и ответить на вопрос, почему два сенатора, две сенаторши, республиканки, не проголосовали за нее, потому что у них очень большие субсидии были от профсоюзов, учителей. А это ж лоббисты. И, похоже, там были звонки телефона. И они не сломились. Что доказывает нам и всем, кто еще не согласен с этим, этим миром правят деньги. И все, деньги не зло. Смотря в чьих руках. Все зависит от того, в чьих руках они. И если этой женщине получится, если ей только получится развернуть, я еще раз использую эту аналогию, развернуть этот корабль и сказать от сегодняшнего, может, это будет процент в два, в три, в четыре года, я не знаю. Может, где-то сойдутся на полдороги, может быть, я не знаю. Но одна истина остается непреложной, пастор Юрий, мы это еще в американской практике не попробовали. И это только начало. Мы даже не знаем, сработает ли это. Идея неплохая. Мы даже не знаем, сработает ли это. А что, если вот эти родители, которые воспроизвести детей, воспроизвели, а у них никакого сердца, чтобы воспитать, не злоупотребят этими деньгами. Да. Ну, масса неотвеченных вопросов. Но мы еще этого не пробовали. Мы не можем, мы попробовали систему, общественную систему образования, и можем сказать, она не работает. Или она не работает так, как бы хотелось, чтобы она работала. Но мы еще не пробовали вот этого варианта. Хотя, пастор Сергей, смотри, я в этом усматриваю, если мы заполучим, если наше евангельское направление, течение получит в свои руки дополнительные ресурсы финансовые, это возможность брать на работу профессору нашего направления, те, которые не будут учить дьявольской науке, да, а те, которые будут евангельскую истину даже, те, которые будут иметь образование, пусть он будет с Харвардом, но не с промытыми мозгами, пусть он будет с Харварда, с христианин, или с Эльса этого знаменитого, то есть нас будет у наших учителей или у наших школ существующих, но они в таком, скажем, состоянии, ты знаешь, в каком, полузачаточном, пока в развитии многие, они ресурсы заполучат. Понятно, это игра долгосрочная, да, вот почему из того, что я читал, многие христианские лидеры, евангельские лидеры очень сильно аплодируют ее назначению и ее утверждению. Пусть она стала историческим прецедентом, да, по количеству, как она была утверждена на эту позицию, но все-таки она сейчас министр или секретарь образования и хотелось бы пожелать большому кораблю большое плавание. Будут ли какие-то неприятности, будут ли какие-то вещи, я не удивлюсь, если будут, но я почему-то не сомневаюсь в ее намерении. я думаю, что она для наших детей, для детей наших детей даст Бог жизни, сможет, может быть, не полностью, но каким-то образом приоткрыть вот эту дверь и будем надеяться, что это получится. Пастор Сергей, следующий вопрос очень интересный, у нас, к сожалению, осталось 8 минут. Президент Трамп издал экзекутив ордер относительно временного приостановления въезда беженцев в 7 мусульманских стран. Что после этого началось, это восстал весь ад на него. Это не только 7 мусульманских стран, практически на 90 дней всем запрещены. есть даже... Сейчас уже не запретили после то, что произошло с федеральным судью в Сиатле. Вот сейчас апелляционный суд этих 2 дня рассматривает. Может быть, и во время нашего эфира уже решение сделано. Ну, как ты... Что ты скажешь насчет... Статистика меня поразила, насколько массово за последние 8 лет Обама принимал мусульман. Из Сирии он принял 99% мусульман и позволил 1% христиан въехать в страну. 90... Это можете на интернете. 99% этих мусульман из Сирии беженцы были приняты. 1% всех остальных христиан отбрасывали. Это был исполнительный указ. Сейчас идут дебаты о том, насколько правильно он был воплощен. И есть разные стороны. даже среди консервативных кругов. Кто-то считает, что он поспешил с этим. Кто-то говорит, что при том турпотоке, при количестве людей, которые въезжают в страну, миллионы, после указа было задержано всего лишь 109 человек или какое-то количество. По сути, этим жестом, если так можно сказать, он продемонстрировал, что я не шучу. Когда я сказал то, что я сказал, я буду делать то, что я буду делать. Неделю после своей инаугурации он этот указ издал, и ровно через неделю после того, как он его издал, судья из штата Вашингтон в Сиэтле наложил, приостановил его. Это федеральный судья, имеющий право. Приостановил его. Но и вот здесь началась вся легальная возня в этом аспекте, потому что если слушать сторонника Дональда Трампа, он действовал на основании закона конкретно прописанного, которым, кстати, пользовались вышеупомянутые 44-й президент Барак Обама, 43-й президент Джордж Дабл Ю Буш, 42-й Билл Клинтон, 41-й Джордж Буш, Риган, потому что закон дает право приостановить поток иммиграции в любой момент, когда президент считает нужным. Национальная безопасность превыше всего. Чем они играют? Даже вчера были эти устные аргументы, чем они играют? Что это религиозный запрет. Для мусульман. Что это запрет для мусульман. Ну и хорошо. Неплохо было бы. Хотя в защиту свою сторонники Дональда Трампа говорят, если бы это был мусульманский запрет, тогда и Саудовская Аравия была бы в этом списке, и Йемен был в этом списке, и 49 стран мусульманских. И остальные страны были в этом списке. Мы сейчас смотрим, что произойдет в 9-м суде окружном. Это здесь, в Калифорнии, он расположен. Апелляционный суд. Считается традиционно очень либеральным судом. Никто не удивится, если они не станут на сторону Дональда Трампа. И не исключено, что это пойдет и в Верховный суд. И в Верховном суде сейчас расклад 4 на 4. То есть никто не знает, я даже слышал одно мнение, что может это будет 5 против 3 против Дональда Трампа. Но что это даст? Почему я думаю, что он выигрывает в этом случае однозначно? Он добьется своего одним путем или другим. Я думаю, что если окружной суд калифорнийский на тормоза спустит, на тормоза, тем более Верховный суд это хорошо продемонстрирует всему американскому обществу, электорату, тем более которые голосовали за Дональда Трампа. Насколько бесконтрольным является сегодня судейство и насколько полны эти люди активизма, хотя это не то, на что они поставлены. Они должны читать закон черным по белому и интерпретировать его так, как он... Что сделал этот судья федеральный в Сиэдле? Он сделал большую ошибку и это может сыграть против него, потому что он рискнул интерпретировать сердечные намерения президента, что было очень непрофессионально с судейской точки зрения. Но время ответит на... Я думаю, что долгосрочно он все равно победит, он добьется своего и пусть ваше сердце не беспокоится за ваших родственников, если они в процессе эмиграции, они все благополучно прибудут сюда. Да не смущается ваше сердце, да не устрашается. Пастер Сирий, спасибо огромное. Спасибо огромнейшее за возможность. И мы будем поощрять, друзья, мы будем поощрять нас и вас, чтобы молились, молились за Америку, молились за Штаты. Я всегда молюсь, всегда мы с женой, идя ко сну, молимся, Господи, благослови наш город, наш штат, нашу страну, Штаты Америки, администрацию благослови. Особенно мы усилили наши молитвы именно вот. Мы призваны молиться за благосостояние города и страны. Спасибо. Мы будем встречаться. Да, нас еще есть, мне говорят, 20 секунд, 20 секунд. Так, Господи, помоги мне найти это место. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит наши сердца, да утвердит вас во всяком слове и в деле благом. Во имя Иисуса Христа мы снова благословляем. Спасибо вам, что вы были с нами на «Импакте». Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Оставайтесь на «Импакте». Будьте благословенны. Иисус Христос «Импакте». Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok